В эфире выпуск с вами Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. В результате единого дня голосования кандидаты от ЛДПР получили более тысячи мест в органах муниципального самоуправления. А это в два раза больше, чем в 2019 году. Выборы всех уровней в единый день голосования 2024 года прошли успешно для ЛДПР. Мы получили два мандата на выборах в Московскую городскую думу. Наши кандидаты в губернаторы стали вторыми в ряде регионов. У нас знаковый результат, в частности, по Санкт-Петербургу, Челябинску, Республике Алтай, многим другим регионам. Мы действительно показали уникальную сплоченность и то, что ЛДПР на сегодняшнем этапе стремительно движется к реализации заветов великого Жириновского, стать устойчивым образом второй политической партии в стране. Мы в ближайшее время подведем итоги, что получилось, что не очень и где нам надо провести работу над ошибками. Возможно, в формате слета ЛДПР. Нам в этом году 35 лет. 13 декабря день рождения партии. Мы в честь этого проведем съезд. 35 лет ЛДПР вместе с народом. Нам действительно есть чем гордиться. Мы растем. Мы добиваемся успехов. Мы не идем как-то круто в гору. Мы действуем шаг за шагом. Доверие людей растет поступательно и последовательно. Для этого нужно выполнять их запросы, соответствовать их мыслям и чаяниям. Это для оппозиционной партии процесс очень непростой. Сейчас мы действительно успешно провели, успешнее, чем предполагалось, кампанию 2024. Это, тем не менее, накладывает на нас особую ответственность. Ответственность перед людьми, которые за нас проголосовали. Поэтому будем продолжать работать. У нас нет каких-то передышек. Политическая партия ЛДПР, самая близкая к людям в сегодняшней России, продолжает работать. Работать на благо людей. Все 35 лет мы оставались вместе с людьми. Президентская гонка за пост главы Белого дома в самом разгаре. Накануне состоялись предвыборные дебаты кандидата от демократической партии Камалы Харрис и ее оппонента, республиканца Дональда Трампа. Как отмечают американские СМИ, по итогам опросов, позиции действующего вице-президента США значительно укрепились. Однако, независимо от итогов выборов, антироссийский внешнеполитический курс Вашингтона будет продолжен, отмечают в ЛДПР. Вы в Америке. Знаете, я сразу вспоминаю фильм «День выборов». Такой стёб хороший, такой сюр. И глядя вот на эту публику, конечно, вспоминаются и 90-е годы, конец 80-х, 90-е. Вот эта грязь, это где журналистика используется в качестве тарана, в качестве инструмента, вороньё. Чем больше, конечно, этим будут заниматься, тем нам это на арку. Сегодня один из экспортов или политологов, не помню, кто хорошо сказал, кто победит в итоге этих выборов, победит или побеждает БРИКС. Весь мир, глядя на вот это имитированное лидерство США, всё прекрасно понимает. И, конечно, одна, кстати, из больших таких ошибок, которые американцы допустили, выйдя на противостояние с нами, они упустили возможность имитировать своё лидерство в мире. Теперь надо не имитировать, теперь надо это доказывать. А доказывать вот с этой вот публикой, которую мы видим, думаю, не сильно получится. Накануне состоялось очередное заседание экспертного совета при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию. В ходе рабочей дискуссии участники обсудили вопросы развития международного сотрудничества стран-участниц БРИКС. В частности, парламентарии уделили особое внимание необходимости создания независимого и честного рейтинга университетов. Как известно, ряд российских вузов, входивших ранее в топ-100 образовательных учреждений мира после 2022 года, выбыли из этого списка. Прошло заседание экспертного совета по вопросам международного сотрудничества в сфере науки, высшего образования и новых технологий при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию. Заседание крайне важное. На нем обсуждались важнейшие вопросы, связанные с международным рейтингом, который планируется сформировать в странах БРИКС. Эта идея была озвучена министрами образования стран БРИКС на встрече в Казани. То есть она получила право на жизнь. И, кстати, перед этим она прозвучала так же, как решение на таком же заседании экспертного совета здесь, в Москве, в нашем парламенте, на нашем заседании совета. Соответственно, следующий этап – это обсуждение уже деталей. Вот сегодня мы договорились о том, что очередное принятие решения на этом заседании совета будет доведено также до всех соответствующих инстанций. Сегодня мы обсуждали основные принципы, основные миссии этого рейтинга и, конечно же, обсуждали вопросы критериев рейтинга. Почему нам это крайне важно? Потому что, к сожалению, сейчас ведущие российские вузы стали проседать в международных рейтингах в связи с тем, что они находятся в руках недружественных нам стран. Поэтому очень важно, причем не только для нашей страны, но и для в целом стран БРИКС, чтобы это был абсолютно объективный, абсолютно честный рейтинг, который показывает статус каждого университета в мировой линейке. Почему это важно для наших вузов? Потому что крайне важно, чтобы по поручению президента развивалось научное сотрудничество, международное научное сотрудничество в целом в рамках БРИКС. Потому что крайне важна для наших вузов академическая мобильность, то есть перемещение иностранных студентов в российские вузы с целью обучения. Это и есть как раз часть гуманитарной политики. А такую задачу поставил нам президент расширение гуманитарной политики, потому что с экономикой все понятно, с политикой понятно, а вот с гуманитарной сферой необходимо максимальное усилие для того, чтобы вот эта дружба между нашими странами развивалась и в этой сфере максимально быстрыми шагами. Следующий вопрос, который мы рассматриваем на экспертном совете, это так называемая наукометрия. Что это такое? Это возможность получения научной информации, возможность публикации наших ученых в журналах, в научных изданиях, получения информации из этих научных изданий. Опять же, наша ситуация, наши ученые сейчас находятся в такой стране, исходя из санкций, которые были введены, что получить доступ к научной информации, напечатать статью для получения научного звания, для того, чтобы иметь доступ к различным библиотекам мирового уровня, я подчеркиваю, это в образовательной, научной сфере невозможно. И становится ситуация все хуже и хуже. Почему это происходит? Конечно, это неправильно, потому что нас зажимают в тиски. Что для этого надо делать? Надо также развивать на территории стран БРИКС свои периодические издания, свою систему научных изданий, для того, чтобы ученые, преподаватели стран БРИКС имели свободный доступ к общению, к получению информации. И мы можем сделать это только совместными усилиями. Говоря про активность работодателей, про последствия негативного психологического климата на работе, а это тоже, я считаю, что в рамках охраны труда надо рассматривать. Не могу не напомнить те предложения, которые сегодня прозвучали и активно обсуждаются. Один законопроект внесен в Государственную Думу, напрямую, он не связан с охраной труда, он связан с семейными отношениями. Это вопрос определенной психологической помощи перед бракоразводным процессом. На мой взгляд, конечно, это все такой очень сомнительный механизм, как он будет работать, я не знаю. Но вот о том, чтобы оказывать в случае необходимости психологическую помощь сотрудникам и целым коллективам, вот об этом вопросе подумать нужно. Мы часто стали получать в последнее время, особенно после ковида, письма в комитет, где речь идет о том, что у работника проблемы с начальником, его выживают, 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 не дают работать, придираются, заставляют написать заявление. Либо нездоровый психологический климат в коллективе приводит к тому, что работник вынужден писать заявление, уходить в отпуск за свой счет и искать работу, обращаясь в наш комитет, пытаясь у нас найти поддержку для того, чтобы была предоставлена новая вакансия, новое рабочее место. Поэтому об этом тоже нужно думать, о психологическом климате. И таким образом мы будем приходить к тем национальным целям, о которых говорил президент. Народосбережение, продолжительность жизни, демография, качество жизни – все эти вопросы взаимосвязаны. В особом фокусе ЛДПР сегодня поддержка военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции. Еще в прошлом году председатель партии Леонид Слуцкий дал старт проекту «Школа молодого военкора», которая сегодня носит имя погибшего военного корреспондента и одного из основателей Бориса Максудова. Во втором сезоне приняли участие около ста отобранных экспертами человек из разных регионов страны. Выпускники уже сняли свои первые сюжеты. Накануне ЛДПР объявила о запуске нового сезона данного проекта. Подробности у корреспондента Изабеллы Либерман специально для ЛДПР-ТВ. Мы открываем новый сезон «Школы военкоров» имени Бориса Максудова. Борис был настоящим военным журналистом. Он снимал репортажи о людях, живущих в условиях боевых действий. Киевский район Донецка. Стоило ожидать, что именно сегодня, в праздничный день, очередная ракетная атака будет. Вероятность появления сейчас дрону очень велика. Борис – это пример настоящего профессионала, которым может встать каждый из вас. Наш проект для смелых, решительных и уверенных в себе. Летим на Северный полюс. Вот на этом самом дилижабле. Впервые за последние сто лет. Это воины-талибан, которые контролируют практически весь Афганистан и являются единственной здесь властью. Ты узнаешь, кому именно подходит эта профессия. Добро пожаловать в Афганистан. Как журналисту вести себя в условиях боевых действий? В общем, нас не очень хотят выпускать. Не дают уйти с позиций. В Северодонецке сорван выход мирных людей с территории комбината. Сработал дрон-детектор на ФПВ. Может, конечно, какая-то там помеха сработала, хотя какая-то непонятная. Самое важное, на мой взгляд, это то, как мы воспринимаем, что здесь происходит. Комментарий на камеру. Ну что, пятый день, позвали. Вот такое вот дрожащее брязное чудо. Вот парни-десантики здесь нашли. Звезды военной журналистики, фонталисты, фотографы, видеооператоры поделятся своим уникальным опытом. Катим, катим, поджимуем. На смешных мальчатках. Паш, ну как тебе в Артёмовске? Ты когда последний раз? Здесь я был еще до 14-го года. В Ленинграде должно было выглядеть как-то так. Летают снаряды, вперед катняшки. Есть одна война, которая происходит, и военные действия на территории, то есть на земле, а есть война, которая происходит в интернете. В финале обучения все студенты получат документы об образовании. А самые лучшие из вас, ценные призы и возможность пройти очную подготовку на полигоне и стажировку на Донбассе. Регистрируйся прямо сейчас на нашем сайте или телеграм-канале. Подписывайся на наши группы в соцсетях. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших ютуб и рутуб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова